Приветствую всех! С вами Маркелов Борис и вы на моем канале. И мой канал называется Маркелов Борис. Помощь людям. Ролик, скорее всего, будет называться Спешите делать добро. Мои размышления. Деньги. 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 Все это будет касаться денег. Есть такое выражение. Спешите делать добро. Да, добро нужно делать. Это я все понимаю. Я пытался людям делать добро. Я пытался людям делать добро. И оказалось, что люди чуть-чуть не понимают понятия этого слова. То есть в каком смысле я пытался людям делать добро? То есть я их пытался научить тому, что я знаю сам. То есть то, что я узнал в интернете. Как обработать видео. Как сделать это. Как сделать шапку канала. Как сделать то, как приглашать, не приглашать. Ребят, знаете, что большинство людей хотят в их понятиях делать добро. Это чтобы им давали деньги просто так. То есть есть такой Вася, который сидит за компьютером и пишет мне сообщение. У меня таких сообщений море. Вот море в личке. Дайте 750 рублей. Дайте 200 рублей. Дайте 500 рублей. А за что давать? То есть я вам обязательно отдам. Мне срочно нужно. Вы мне кто? Ребят. Вот я спешу делать добро. Я делаю добро людям. То есть я отвечаю на вопросы, которые люди задают. Я делаю ролики. Люди спрашивают. То есть как, что сделать. Я записал ролик. Подошел к компьютеру. У меня эта труда никакого не составляет. Я подошел. Я записал ролик. Я показал. Вот, ребят, делайте. Первое. Сделайте это. Сделайте это. Получите деньги. Сделайте это. Сделайте это. Получите деньги. Что получается у нас в данный момент? Люди не хотят ничего делать. Они где-то услышали добренькую сказку, что в интернете деньги просто так вот. Вот они там валяются. Ну, реально где-то валяются. То есть их нужно пойти и подобрать. А при этом люди даже подбирать этого не хотят. Так стоит делать добро людям? Стоит ли делать добро людям вот в таком вот виде? Давать медвежью услугу. Давать им деньги в долг там или деньги просто так дарить? А смысл? То есть сначала тебе скажут спасибо, потом подумают, что так и надо. На третий раз, когда ты им откажешь, они тебя пошлют куда-нибудь подальше. То есть имейте это в виду. Добро, оно по большому счету, оно наказуемо. То, что сыпят на людей, которые зарабатывают деньги в интернете, много негативных отзывов. Полно негативных отзывов. Даже я сейчас о себе через какое-то время я узнаю, что я плохой. Я плохой. Я с людей требую то, что я делаю сам. Я с людей требую делать те же действия, чтобы получить деньги. Но они этого не хотят. Не нужно людям давать рыбу. Людей нужно научить пользоваться удочкой. Людей нужно научить, где наживку выкопать. Только они этого не хотят. То есть большинство людей этого просто не хотят делать. Либо делают вид, что не хотят. У них все должны, у них им все обязаны. Все, ну вот они вот такие красавцы сидят на попе ровно и ждут, когда им с неба повалятся. Спешите делать добро. Оно зачем? Зачем это добро кому-то нужно? Вот лично от вас. Люди от вас хотят получить денег. Хотите получить денег? Пожалуйста, спросите у меня как. Я дам пошаговую схему. Как это сделать? Как заработать много денег в интернете? Не хотите вступать в проекты? Хорошо. У меня есть специально для вас курс, как продать себя дорого в интернете. Но придется что-то сделать. Придется сделать определенные шаги. Придется научиться чему-то, чтобы вам за это деньги платили. Это нужно, вот в это нужно вникнуть. Это нужно понять. И с этим нужно смириться. Просто так никто ничего не дает. Деньги это особая энергия. То есть, когда вы делитесь энергией, энергия к вам возвращается. Денежная энергия, без разницы. То есть, вы сказали человеку спасибо, в ответ получили спасибо. Это простейшее то, что я объясняю людям и то, что они должны понять. За спасибо вы получаете спасибо. За деньги вы получаете деньги. За услуги, предоставленные вам. То есть, вами или вам. Вы платите деньги или вам платят деньги. Интернет это то же самое предприятие, на которое многие ходят по 40 лет. Только в интернете можно работать дома. В интернете можно включить вот так смартфон, высказать свое личное мнение, что вы об этом думаете. И сказать людям, то есть, открыть им глаза, только многие эти глаза открывать не хотят. То есть, не хотят, не умеют. Вам нужен совет, попросите у меня консультацию. Контактные данные у меня под этим видео. Вы хотите деньги заработать? Пожалуйста, я вам подскажу, где деньги заработать. Как говорится, дам ключ от сейфа, где деньги лежат. Нужно будет взять этот ключ, пойти, открыть сейф, забрать деньги. Вы просите у меня деньги, я вам не дам. Вот просто, если вы зашли ко мне в личные сообщения, или зашли куда-то, нашли меня в социальных сетях, и пишете, дай мне денег, мне нужно купить байк. Я вот от такого сначала офигел, а потом говорю, ну дай мне денег, мне нужно купить, вон, крузов на уровне. Дай мне денег, мне в Майами квартиру надо выкупить. То есть, чтобы вам кто-то что-то давал, вы должны энергией поделиться. Вы должны сначала давать. Отдавая, получая. Это тоже нужно уяснить. На этом я заканчиваю. Может быть, видео было очень жесткое. Может быть, кому-то это не понравится. Но в любом случае, я хочу, чтобы вы оставили под этим видео свое мнение. И сказали, что вы хотите от жизни. Чем вам нужно помочь. Но не просите у меня денег. У меня есть один принцип. Я денег в долг не даю. Никому. Долг не даю. Родственникам могу помочь. Если вы, мой родственник, попросили у меня денег, я вам подарю денег. Но если вы мне не родственник, если вы просто проходили мимо, нашли мои контактные данные и зашли ко мне в личку, попросили денег. Ребят, могу дать способ, как заработать эти деньги. Но денег не дам. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok